В пятницу в администрации района состоялась очередная 42-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе сессии принимали участие глава района Заур Хамирзов, председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев, старший помощник прокурора района Светлана Чернинко, начальник отдела участковых полномочных полиции Александр Воронов, глава сельских поселений, начальники управлений, заведующие отделами администрации района. Всего на рассмотрение депутатов было вынесено два вопроса. Первый вопрос по вестке дня – отчет межмуниципального отдела МФД России Кашхабльский за первое полгодие 2017 года. С докладом выступил начальник отдела участковых полномочных полиции Александр Воронов. В отчетный период только в дежурной части отдела было зарегистрировано 792 заявления о сообщении о происшествиях, административных правонарушениях о происшествиях, а по ПГ – это 1136 сообщений или 33%. По результатам рассмотрения которых было вынесено, возбуждено 82 уголовных дела, вынесено 195 постановлений об отказе и возбуждении уголовного дела и направлено по последствийности 101 дела. Исходя из политических и экономических процессов, происходящих в стране и республике, в 2017 году прогнозирована стабилизация криминогенной обстановки. Как результат, на территории Кашхабльского района отмечается снижение роста зарегистрированных преступлений со 118 за 6 месяцев 2016 года до 97 за 6 месяцев 2017 года, возбужденных всеми правоохранительными органами района. В отчетном периоде нами был реализован ряд предупредительных и профилактических мероприятий. На фоне снижения регистрированных преступностей в 2017 году раскрыто 81 преступление. При этом число нераскетных преступлений удалось снизить на 25% с 12 до 9. Принимаемые профилактическими мерами стабилизирована криминогенная обстановка и по обеспечению личной имущественной безопасности граждан. В результате чего на территории обслуживания удалось значительно снизить количество краж на 42%, это в абсолютных числах 50 в этом году, в том числе снизилось количество квартирных краж. В истекшем в периоде 2017 года, так же как и в прошлом году, совершен один грабеж. Незаконных завладений транспортом в текущем периоде не допущено. Тогда, как в аналогичном периоде прошлого года, таких преступлений было 4. На территории района не допущено совершение таких и особо тяжких противоправных действий, как разбой, захват заложить абонетизм и терроризм. Проведенный по итогам 6 месяцев 2017 года анализ показал, что снижение преступности на территории обслуживания произошло в основной связи со снижением совершенных преступлений, связанных с кражем и неправильным завладением транспортным средством. Приявленные мной анализы перечислены ряд недостатков в организации деятельности отдела, которые необходимо во втором полугодии решить во втором полугодии 2017 года. Для этого планируется продолжить проведение комплексно-оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление в пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и оружия. Продолжить проведение Оперативно-профилактические мероприятия направлено на выявление и предотвращение на территории района экстремической террористической убитивности. Продолжить проведение оперативно-развитых мероприятий направленных на выявление и раскрытие коррупционных преступлений, связанных с отзывом, с большинством, совершенных в крупном размере и особо крупных размеров, а также должны следователи в рамках реализации приоритетных национальных проектов. Продолжить профилактическую работу общественных мероприятий направлено на повышение влияния сотрудников патрульно-постовой службы в системе единодислокации на состоянии оперативной обстановки и снижения уличной преступности. Депутаты единогласно проголосовали за принятие данного отчета. Глава муниципалитета Заур Хамирза в свою очередь обратился к начальнику отдела с просьбой активизировать работу по пресечению оборота контрафактной и фальсифицированной алкогольной продукции на территории района. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и назначения выборов главы района по результатам конкурса доложил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выборов главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выборов главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район. Далее о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования Кашхабльский район и выборы главы муниципального образования Кашхабльского района. В завершении выступил председатель комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кедокоев, который озвучил имена предварительных кандидатов в члены комиссии, которые будут утверждать кандидатов на предстоящий.